Московский комсомолец. Вы будете первыми, кто будет знать все. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич Трушкин. Вот, соответственно, что еще можно вам сказать по этой теме? Что-то еще есть у вас какие-то вопросы? По логике, как должно было все это быть? Вот, был СССР, то есть должны были юридически как-то документально переоформить и зарегистрировать. Да, например, есть два варианта пути, которые могли бы привести к этой ситуации законным способом. То есть первый путь это переименование республики РСФСР. То есть нам сейчас говорят, что территория, вернее границы Российской Федерации проходят по границам РСФСР. Вот я такое часто слышал. Вот, но это значит, что территория Российской РСФСР была переименована, это сама страна, так как в Советском Союзе все республики были независимыми государствами советскими, то есть это государство было переименовано в Российскую Федерацию. Ну, во-первых, этот акт правовой не делается каким-то одним лицом, даже представителем народа, президентом или председателем правительства. Это очень серьезный акт, то есть мы все граждане этой страны, в данном случае Российской Федерации, РСФСР, обязаны принять участие в этом переименовании. За мы или против, то есть должен был составить референдум, где должна быть, во-первых, как минимум 50% взрослого населения должно присутствовать там, то есть чтобы был кворум. И, конечно же, чтобы из того, кто присутствует, еще больше половины проголосовали за это переименование. Это первое. Этого не произошло, потому что понимали вот эти вот преступники, я уже могу так сказать, Ельцин, Горбачев и же с ними, что люди не пойдут на это, потому что в 91-м году, 17-го марта, был всесоюзный референдум по сохранению СССР. Возможно, вы слышали об этом, но это очень значимый акт вообще в мировой истории человечества, потому что какие последствия он за собой несет, это тоже отдельный разговор. То есть сейчас все правительства в мире, в основном это корпорации, такие же, как Российская Федерация, Германия и так далее. То есть, может быть, Великобритания только еще является страной, где более-менее законный есть суверен, это королева или ее последователи, ее дети. А остальные страны, США в том числе и так далее, это вот такие корпорации, то есть это фирмы, которые, ну, путем всяких разных манипуляций, в том числе пользуются безграмотностью населения, юридическое и политическое, экономическое, внедряются, где-то покупают каких-то чиновников, где-то как-то, то есть проводят свои вот эти манипуляции. И, соответственно, захватывают ключевые позиции, это финансовое управление, это законодательное управление, силовые структуры. И таким образом уже, ну, паразитируют на теле государства вот эти корпорации. Их, там буквально, они состоят из небольшого количества людей, но имея в руках рычаги управления, они управляют большими массами, причем вот паразитируют, то есть люди живут очень плохо. Вот вопрос. Дальше не копали, может быть, и переименование Российской империи в СССР? А вот, кстати, смотрите, у нас очень интересный, да, вопрос, кстати, правильный, но вот то, что было до 91-го года, до 17-го марта 91-го года, вообще на земле в том числе и на нашей территории СССР, да, там было нелегитимно. Там было свержение царского, значит, трона, то есть тоже силовой захват власти. Там было потом в 22-м году 4 республики, которые тоже были образованы частными лицами, так скажем, еврейской масонской мафии, которая сфинансировала Ленина в том числе. Они образовали вот эти республики, которые учредили СССР в 22-м году. Но там тоже, как я слышал, я, правда, пока еще не копал это, но там я слышал, что тоже много очень было правовых таких ошибок, которые сейчас могут признать недействительными вот эти акты. Но мне это неинтересно, почему, потому что на момент 91-го года, то есть до вот 91-го года, так как граждане на территории СССР, то есть мы все с вами, наши отцы, там, матери, они не имели, как скажем, не имели прав в этом юридическом образовании. То есть каждое государство это юридическое образование, то есть это юрлицо. Вот, и если его образовывают другие юрлица, как вот в данном случае республики в 22-м году образовали, то там граждане просто приложением были. Как товары. Поэтому у них прав практически не было, там, и по голосованию, по использованию имущества и так далее. То есть была вот эта система выборов, то есть когда человеку, какому-то представителю от народа давали доверенности, все остальные, в виде вот голосования, да, бюллетеней, и он там пятилетку имел право распоряжаться их голосами, их доверием, принимать законы, там, и так далее, и так далее, что и сейчас происходит, да. Но, как мы видим, этих людей, так как их мало, их можно купить, запугать, там, шантажировать и так далее. То есть что и произошло в оконцовке, вот эти вот масоны, этих людей, значит, переформатировали, и, соответственно, они стали принимать законы против народа. Как сейчас, там, пенсионная реформа та же, там, или повышение зарплат этим, значит, депутатам. Ну, с чего полмиллиона они получают. Ну, это, ну, откуда это вообще взялось? Ну, они все проголосовали, то есть они, пользуясь нашим доверием, они принимают такие законы. Хотя мы же им не давали именно вот на эти действия доверия. То есть если мы берем сам институт доверия, доверенности, да, вот вы, например, берете какую-то доверенность, да, от кого-то на, там, распоряжение имущества, на автомобиль, на квартиру и так далее. То есть там доверитель вам прописывает конкретные действия, что я вам доверяю, например, пользоваться этой квартирой, там, делать мне ремонт, что-то еще. Ну, продажа запрещена, например. Он не пишет об этом, что она запрещена, потому что по умолчанию это и так ясно. То есть только то, что написано, вам разрешено. Или там вы автомобиль берете, он вам пишет, вы имеете право, там, его красить, там, проводить техосмотр. Если не написано проводить техосмотр, вы не имеете права это делать. А мы даем доверенности. Во-первых, это тайное голосование, то есть эти бюллетени не подписаны, то есть уже они не правомощны. Доверенности должны быть подписаны. Должно быть указано, кто доверяет, что я пришел избиратель, я доверяю такому-то депутату в урну, там, которую я кидаю, да. И я конкретно пишу ему, что я ему доверяю. Я доверяю ему, например, там, улучшать жизнь народа, там, или там, что-то еще. Ну, если я ему пишу, что я доверяю повышать пенсионный возраст, тогда он имеет право это делать. А если я это не написал, он не имеет это право делать. То есть это противозаконное решение. Просто даже вот если разбирать эту систему. Но это же улучшение пенсионного возраста именно в Российской Федерации, как в такой стране, которая не существует. Ну вот, да, не существует. Тогда и президента у нас не существует. И президента не существует. Деньги у нас не существуют. С деньгами вообще отдельная история, это нужно потом рассказать. Сейчас мы пользуемся вообще непонятно какими деньгами, не имеющими кода даже международного. То есть код 643, который принят в Российской Федерации, как денежные, значит, эти билеты, они просто физически не существуют. То есть они есть там у них номинально 643 код, который принят, но его даже не проводят по электронным платежам. И физически этой бумаги нет, этих купюр. А то, что есть билеты Банка России, у них нет кода международного. То есть что это за билеты, непонятно. И почему мы должны их принимать в качестве платежных средств, тоже непонятно. На каком основании, даже нет решения правительства по этому поводу. То есть это афера вообще, я даже писал в прокуратуру, но понятно, что тут эти ребята на тормозах спустили, ваши права не ущемлены, мне говорят. Да как не ущемлены, когда мы в таком состоянии находимся. Это прокуратура в Российской Федерации, но это не существующие органы. Ну да, ну просто у нас сейчас, понимаете, так как нет государственных органов, вот советской милиции, советской прокуратуры, то мы вынуждены обращаться в эти коммерческие фирмы, которые на себя... Учереждать. Ну будем учреждать, когда сейчас вы вот эту ситуацию опишите, люди узнают, захотят участвовать в жизни государства, захотят сами, потому что кто о наших детях-то позаботится? Ну никак не американцы, это точно. Вот поэтому нам и надо заботиться о наших детях, как им жить на этой территории. Территория это наша, наших предков. Мы сюда не приехали, мы не пришли какие-то там эти аборигены, то есть вернее не аборигены, а как они называются, эмигранты, да? Мы здесь живем, и наши родители здесь жили. Ну ладно, про деньги понятно. А безналичный расчет, все до сих пор у нас еще идет в советских рублях, код 810, то есть который обеспечен золотом. Посмотрите любые платежные средства, код 810. И написано там, если не ошибаюсь, RUR. То есть RUR, это именно классификация советского рубля, который обеспечен золотом. Каждый рубль стоит 1 грамм золота, ну чуть-чуть меньше, там 0,9, там с чем-то. То есть понимаете, ценность какая? А нам делали деноминацию этого рубля 1 к 1000. То есть сейчас вот эти вот 643-го кода рублей, которых нет, да? Они по факту должны быть 1 к 1000. То есть 1 рубль должен стоить 1 килограмм золота. Ну, то есть, понимаете? То есть там такая афера, там вообще пипец, там получается. Но это я не экономист, просто так, просто могу верхушечки только понимать, насколько это глобально. Ну ладно, вернемся к тому, что нам надо, так как нам пришел ответ из управления президента, то есть мы имеем спокойно все права действовать на этой территории законным образом, применяя законодательство, существующее, действующее на этой территории в данный момент. И так как мы граждане СССР, что подтверждается нашим свидетельством о рождении, оно подтверждает наше гражданство. А то, что мы не выходили, вот ответы есть. Из гражданства мы не выходили, заявления никто из нас не писал. И просто по факту даже кто бы захотел выйти, не успели, потому что разрушены эти органы, которые отвечали за вот этот выход из гражданства, то есть это только можно было, вернее, это решение могли принимать только президиум Верховного Совета СССР или РСФСР. Все остальные органы не имели таких полномочий.